Арк МТВ представляет Истинный смысл слов «Аль-Хамду-Лиллях». Причист Аллах. Мы люди, следующие словам «Аль-Хамду-Лиллях». Что же значит выражение «Аль-Хамду-Лиллях»? По сути, если говорить о кратком объяснении этой фразы, то она включает в себя два понятия. Одно состоит в том, что вы благодарите Аллаха. Говорите, что вся признательность относится к одному Аллаху. Второе заключается в признании того, что вся хвала посвящена Аллаху. Благодарность и восхваление – это два отдельных понятия. Восхваление с одной стороны и благодарность с другой – это два разных значения. Давайте сначала разберемся в разнице этих смыслов. Вот вы видите красивое здание, и вы хвалите его. Но вы не благодарите. Вы видите потрясающего атлета, играющего в футбол и забивающего гол. Вы хвалите его, но не благодарите. Вы видите красивую машину и превозносите ее, но при этом не благодарите ее. Иногда происходит наоборот. Вы благодарите некоторых людей, хотя вы их никогда не восхваляете. Такое тоже происходит. Аллах говорит, что верующий человек должен быть благодарным своим родителям, несмотря ни на что. Даже если ваши родители являются язычниками, вы все равно должны быть благодарны вашим родителям. Даже если они борются с вами, заставляя вас совершить ширк. Они хотят, чтобы вы оставили свою веру, но, несмотря на это, вы должны быть им благодарны. Вы не будете восхвалять их ширк, нога Божия, но вы будете благодарны им. Порой в жизни вы встречаетесь со случаями, когда вы восхваляете, но не благодарите. Я приведу другой пример, чтобы прояснить этот момент для вас. У нас есть история фараона, который воспитал Мусу, мир ему, в своем дворце. Хотел он того или нет. И спустя много лет Муса вернулся к нему, и он, по сути, напомнил Мусе, сказав, «Разве ты не жил здесь много лет? Разве мы не воспитали тебя еще младенцем в этом доме?» Он напомнил Мусе об оказанной ему услуге. Очевидно, что, когда кто-то оказывает вам услугу, вы должны быть благодарны ему. Даже Муса признает эту услугу, и он благодарит фараона. Он говорит, «Я признаю добро, которое вы проявили ко мне». Когда вы признаете чье-то доброе дело, вы благодарны человеку. И он благодарит даже фараона, хотя он никогда не восхвалял его. Вы можете восхвалять кого-то, но не быть благодарны ему. И в то же время вы можете благодарить кого-то, не превознося его. Когда мы произносим «Альхамдулиллях», это значит, что мы восхваляем Аллаха за все, что он делает. Что бы Создатель не предопределил, это прекрасно, безупречно. Оно не могло быть лучшим, оно просто совершенно, никаких жалоб. И после восхваления Господа мы также благодарим его за то, что он предопределил все именно так. Люди, для которых недостаточно кондиционера в коридоре, говорят, «Слушай, такая жара». Но первое, что приходит в голову мусульманину, это мысль, «Альхамдулиллях, сегодня жарко». «Альхамдулиллях». Вы знаете, что это значит? «Я благодарю Аллаха за жару, я восхваляю Аллаха за эту жару». Это совершенно другой способ восприятия вещей. Это абсолютно не похоже на другие религии. Существует много людей, верующих в Бога. Уж поверьте, я...